здравствуйте дорогие друзья наше дело учить тору война войной учеба по расписанию тем более такой раздел как брешит можно годами говорить только об этом вообще чтобы вы знали есть много книг даже на слово брешит есть 70 томов по-моему и так раздел брешит чрезвычайно насыщен событиями явлениями охватывающими ну громадный пласт бытия от первого хаоса который был из которого там бог создает вселенную создает время и до всемирного потопа от первого человека адама до новых единственного праведников поколений именно в разделе брешит мировую культуру вы взяли классика персонажей адам его змея-искуситель концепция первородного греха братоубийственный сюжет с участием кайна и авеля здесь мы узнаем первых по 10 поколениях долгожителей метушалахи который был самый непревзойденный рекорд долголетия 969 лет написано начале сотворил бог небо и землю и вот это известная фраза с которой начинается тора надо ее написали мудрецы вывернуть наизнанку и тогда она приобретет следующий смысл в начале то есть прежде всего прежде всех вообще деяния на земле человек должен усвоить что всевышний сотворил небо и землю то есть у мира есть хозяин это основа всего из этого факта следует что в этом мире нет каких-то спонтанных действий все подчиняется воле творца и когда мы определили для себя вот в этом путешествии по жизни есть бог или нет вот это есть два направления которые можем выбрать если есть бог значит все создано им значит имеет цель моя жизнь имеется земля ими все мы не все понимаем но она есть если бога нет все случайно все между прочим и все амебы кто сожрет больше и так далее чем должен выбрать но если выбрал уже иди по тому пути по которой ты выбрал не зайти одновременно по двум дорогам бог не имеет образа он не физическое существо он выше физической вселенной потому что он ее сотворил это тоже то что что надо понимать и следовательно он свободен его не сковывают законы материального мира бог свободы и создавая нас по своему образу и подобию и он создал нас такими что дал нам полномочия быть свободными это как раз четко очень четко которая объяснила да что она нам объяснила получив свободу люди стали ну как бы подобны богу что мы с нами сразу с ней сделали адам и хава послушались по велению бога каину бела вели в конце нашей недельной главе мы оказываемся в мире накануне потопа до такой степени разбой захватил землю что бог уже говорит что просто достали вы по говорим и вот воспользуемся ли мы нашей свободой чтобы соблюдать порядок или злоупотребимыми чтобы детей сеть хаос это наш выбор бог создал мир он сам знает как будет он знает все но вот свободу он нам дал и к сожалению как мы видим сегодня в мире иногда этой свободой мы злоупотребляем ну как бы это сказать но совсем не ту сторону и вот вопрос окажемся ли мы достойны образа бога живущего в человеческом уме и сердце либо позорим этот образ и создадим животных которые из себя которые вот как видели мы убивают детей и женщин и так далее вот это вот то что нам дано выбрать каждый раз каждый каждый шаг каждая минута мы делаем этот выбор сказал бог знаменитые слова да будет свет каждый человек является своего рода таким микрокосмом он мир миниатюре вот у каждого человека мы не всегда это понимаем но у каждого у человека вот как бы определенный мир и судьба человека является определенной степени судьбой мира и порядок творения который мы изучаем книги брюшит он примирим каждому человеку каждой личности свет есть конечная цель существования каждого человека то есть каждый призван преобразовать окружающую действительность свет то есть мы создаемся по попадаем в мир в определенной ситуации все но вот именно нам надо принести наш вот этот особый свет свет есть конечная цель существования порядок действия вот человека в ходе реализации вот этой программы по за по выявлению света да он такой же как и порядок божественного творения в начале следует сформулировать цель что нам сегодня необходимо сделать это должно провести привести нас к пробуждению от спячки вот мы должны проснуться поставить перед собой задачу расписать я человек ощущает себя новым творением вот вот и в этом состоянии как вообще учит нас философия хазидизма весь мир создается непрерывно заново человек должен осознать что задача его существования выражена в словах да будет свет а затем уже сделав первый шаг он должен отражать эту цель во всех своих действиях то есть наша задача принести в этот мир свет никаких других задач нет да будет свет вот это то что мы с вами должны помнить знать и чем мы войдем в новый учебный год браховат слаха